Сегодня у нас... Я приветствую вас на заключительном занятии марафона освобождения любви. И сегодня тема нашей беседы это любовь и духовная близость, духовное родство, и поговорим об этом. Я уже как-то упоминал это, и давайте по порядку. Смотрите. Душа человека состоит из определенного... имеет определенный состав семян Бога или аспектов. Аспектов жизни. У каждого человека свои аспекты. И в зависимости от того, насколько мы совпадаем с другими людьми, настолько мы имеем потенциал любви, потенциал духовной близости. То есть, если у человека его аспекты, аспекты его души, они не совпадают с нами, то мы к нему не почувствуем близости, даже если мы полностью освободим свою любовь, освободим все свои аспекты, раскроем их, засияем. Но с этим человеком мы не будем чувствовать глубокого духовного резонанса. Просто потому, что этот человек духовно далекий, духовно далеко от нас находится. И мы к нему чувствуем... будем чувствовать что-то небольшое. То есть, по тем аспектам, которые объединяют нас. То есть, всех людей объединяют какие-то аспекты. Вот. Вот. Но... Так, что происходит? Ребятки, микрофон. Даша, по-моему, у тебя микрофон. Отключайте. То есть, мы не всех любим одинаково, даже вот если представить, что ум полностью ушел, и душа полностью раскрылась. И вот мы все, все человечество, ну вот, взять нас. Вот. Мы здесь сейчас. И вот наши души, они резонируют друг с другом по-разному. Можно представить это как вселенную такую, ну, как галактику, состоящую из множества звезд. Вот. И вот между звездочками формируются каналы связи. Резонанс. И вот мы с вами имеем разные соединения. То есть, каждый из вас со мной имеет какие-то соединения. Вы друг с другом. И это наша духовная истина. Это то, что нас связывает, объединяет в единое целое. И можно это представить еще как организм, вот как человек. И он состоит из разных, качественно разных тканей, которые образуют различные органы. И вот в одном отдельно взятом органе, ну, допустим, печень, в нем клетки имеют похожую структуру. Они близки друг к другу по функциям своим. И они объединены энергетически. И они вместе создают вот этот орган. Вот в другом органе, там, в почках, другие клетки совершенно. И они создают другой орган. Почки и печень между собой тоже связаны. То есть, они взаимодействуют. Между ними есть определенные каналы связи. Но клетки в печени между собой связаны сильнее, чем связаны с клетками в почках. И так весь наш организм. Есть кожа, есть легкий мозг, есть кости и так далее. Все выполняют свою функцию и все вместе составляют вот это удивительное тело, этот организм, который при слаженной работе всех клеточек может творить, так скажем, чудеса. То есть, может функционировать. И если в теле возникают какие-то неполадки, если энергетические каналы связи между различными органами нарушаются, то тело не функционирует должным образом. И либо умирает, либо засыпает, либо впадает в какое-то коматозное состояние, в котором оно не может выполнять все свои функции. И вот пока оно не восстановится, не восстановится связи внутри, оно вот как бы не живет. Рассмотрим пример, когда человек впадает в кому. И вот пока не восстановятся внутренние связи внутри организма, он из этой комы не выходит. Когда восстанавливаются связи, то человек выходит из этого состояния. То есть, тело может функционировать, может быть проводником этого опыта, проводником намерения, проводником воли. И когда восстанавливаются связи внутри, то мы как бы просыпаемся. Вот так. Человек просыпается. Вот. Похожее дело я наблюдаю, изучая, рассматривая духовную вселенную и то, как различные души связаны друг с другом и как это работает. И вот есть, я замечаю, что есть семьи, духовные семьи, в которых людей объединяет общее, ну, большое количество общих аспектов. Вот. Но мы знаем с вами, что аспект – это мечта. То есть, каждый аспект, он является мечтой сам по себе, любовью к чему-то. Вот. И люди по этому принципу объединены на уровне духа, уже объединены. То есть, там ничего не надо делать, чтобы объединиться. Мы уже там едины в таких семьях. Вот. И вместе все семьи объединены тоже в единое целое, в единый организм, в котором каждая семья выполняет свою функцию энергетическую. И все вместе составляют большое, единое целое. Целый организм, который имеет свое собственное самоосознание. То есть, каждая семья имеет свое осознание, так же, как печень имеет свое осознание, каждая клеточка имеет свое осознание. И печень имеет свое сознание, и в этом осознании все клеточки объединяются в единый организм, и все чувствуют эту общую миссию. И также все органы, все семьи объединены в единый организм, и тоже на этом уровне все чувствуют свою миссию в этом организме. То есть в духовной семье каждый чувствует свою миссию для этой семьи, то есть для выполнения той мечты, которая объединяет всех единое целое. И на уровне Всевышнего, на уровне вот этого организма духовного, который объединяет всех единое целое, мы тоже знаем, каково наше место и какова наша роль. Вот. И в чем здесь замес? То есть есть вот эти каналы связи, которые нас объединяют, и ничего для этого делать не нужно. То есть это уже есть, это уже там, мы все связаны правильным образом, ничего не нужно понимать, нужно просто доверять своему месту, своему чувству, и не сопротивляться ему, и никакими мыслями не препятствовать быть собой. Все. Вот. И проблема конкретно тут в том, что есть ум, есть, ну то есть не в том, что есть ум, а в том, что в уме поселяются программы, которые говорят о том, кто мы такие, какова наша роль, чего мы хотим, какова цель жизни, что хорошо для меня, что плохо, какой должна быть моя жизнь, и так далее, и так далее. И там, в том числе, вот самая такая мощная, самые такие страшные программы, это программа о внешней свободе, независимости и так далее. То есть, что там человек должен стремиться к свободе, к внешней свободе. И так многие люди теряют свою роль, потому что роль подразумевает участие в семье и, естественно, быть шестеренкой в этом механизме. Вот. Но это не такая шестеренка, которая в системе, созданной умом. И когда мы работаем этой шестеренкой, мы делаем это ради чего-то, ради какого-то результата, ради зарплаты там или еще чего-то. И мы себя чувствуем там не на своем месте. Вот. Когда мы работаем шестеренкой служения, совершаем, то есть служим Богу и просто занимаем свое место в этом организме, духа, то мы всегда чувствуем состояние счастья. И если нет мыслей, которые говорят, что это неправильно, что должно быть иначе, что человек должен быть самонезависимым, достаточным и все такое. Но если этих программ нет, то все гладко, ровно, и мы просто наслаждаемся своей жизнью тем, что идет из нашей истины, из нашей природы. Вот. Ну то есть есть вот эти связи, естественные, которые нас сближают. Мы как, вот если взять масло и воду и в блендере взбить, и получатся такие капельки масла отдельные друг от друга, и они стремятся друг с другом слипнуться и превратиться в одно. Вот, примерно, то же самое происходит с нашими душами. Они тянутся друг к другу и стремятся слиться в единое целое. Вот. И есть сила противного действия, обратного, которая нас отталкивает. Это, как вы понимаете, мысли. В большой степени это непринятие. Вот. То есть встречаются две души, их друг к другу тянет, но у них есть какие-то программы, которые каким-то образом оценивают друг друга и создают напряжение. Там, если один человек не попадает в белую сторону правил другого человека, то он, соответственно, отторгается. То есть он маркируется как плохой, и все, он на душевный контакт невозможен. Вот. И на пути к Богу, к единению, мы проходим путь очищения от всех мыслей, которые вызывают разделение. То есть любая мысль, которая приводит к разделению, к этому чувству, что вот с этим человеком я ничего не хочу иметь общего, например. Или, ну вот вы понимаете, о чем я говорю, отторжение или страхи. Там, опасно открываться чужому человеку, незнакомиться и так далее, и так далее. Все это формирует вот это вот. Люди друг друга встречают, встречают, но постоянно встречают препятствия на пути любви между друг другом. Если все эти препятствия убрать, убрать все мысли, все программы, которые мешают вернуться в рай, вспомнить себя в раю, то есть сознание вернуть туда до появления дуальности, то мы будем жить, и встречая родственных душ, мы будем чувствовать эту любовь, мы будем чувствовать единение, чувствовать вот эту общность. И с одними людьми мы чувствуем больше резонанс, с другими людьми мы чувствуем меньше. И мы просто чувствуем, кто наш, ну кто близкий родственник, кто дальний. Мы чувствуем свою духовную семью очень сильно. Она чаще всего еще, вот это чувство близости с духовным родственником, оно чаще всего пропитано еще воспоминаниями из прошлой жизни. То есть мы встречаемся постоянно в жизнях. То есть вот это, вот это притяжение духовное, которое между нами есть, оно нас притягивает в одинаковое, ну, в одно время место. То есть мы различными образами встречаемся в жизни с близкими по духу людьми. То есть вот этот духовный резонанс, он формирует энергетические потоки, которые формируют потенциалы событий, и так все складывается, что мы встречаемся. Ну вот, я думаю, это понятно. Так, это очевидно, и это логично, что так устроено. Вот, то есть, следуя своей любви и освобождая ее, мы не только активируем свои внутренние аспекты, аспекты нашей души, мы не просто наполняем свою жизнь смыслом, настоящим смыслом, истинным вкусом жизни, но мы еще и восстанавливаем связи с нашими близкими духовными родственниками, и игра под названием «Жизнь», она приобретает объем. Не появляется вот эта динамика общности, семейная, духовная динамика, которая объединяет какое-то количество душ. Это может быть разное совершенно количество, это может быть нацепь, может быть тринадцать, может быть сто человек, сто душ, объединенные в единое целое. И вот эта динамика, она пробуждает в нас очень глубинные аспекты и очень такие сокровенные мечты. И эти мечты, они объединяют нас в единое целое, и доверяя этим мечтам, питая их в себе, питая любовь к ним, мы объединяемся в группы, в сообщество людей, объединенных по принципу не единомышления, а близости по духу. То есть, посмотрите, обычно сообщества формируются по принципу единомышления. То есть, есть общая идея, которая всех объединяет, и все за этой идеей идут. То есть, все в нее поверили. Тот продукт, товар, то обещание, которое обещает эта идея, всех привлекает, то есть, всем этого не хватает, и все вместе туда идут. Это объединение по принципу единомыслия, по принципу объединения с помощью идей. Такие сообщества, они не самодостаточны, они неустойчивы. То есть, какое-то время люди идут за этой морковкой, идут, идут, идут за счет своего ресурса, и в конце концов, идея все равно всех имеет. И начинаются потом внутренние конфликты в этом сообществе, перетягивание энергии, и в результате оно задыхается. Я наблюдал много сообществ, созданных по принципу идей, по принципу единомыслия, и у них нет будущего. Вот так, у идей есть, ну, то есть, люди вкладывают свою энергию в подпитывание идей, которые им что-то обещают. И идеи продолжают существовать, потом собирают новые сообщества людей, и так далее, это все живет. То есть, это что? Это взять тоже православие. То есть, это идея, которая обещает всем рай, чувство хорошести, чувство правильности, и так далее, и так далее. И люди за эту идею делают все, что им прикажут. И до полного истощения. Вот, когда сообщество формируется по принципу любви, то сама по себе вот эта динамика, вот эта взрывная энергия любви, которая рождается каждый раз, если пространство свободно, если идеи там не заполняют его, то все время генерируется энергия. И она питает всех участников не обещаниями, а самим процессом, самим вкусом жизни, который рождается вот в этой динамике между людьми. То есть, люди в таком сообществе, они готовы делать все, что угодно, то есть, готовы. Они делают все, что угодно, то есть, вот, идет энергия туда, и люди это делают, просто потому что им вместе хорошо. Плохо, когда в таком сообществе появляются идеи, заражают его, тогда оно может умереть. Вот, если люди хранят святость и понимают, что первично, а что вторично, что важно, откуда вообще все идет, рождается любовь, вот, то эта любовь, она как священный огонь горит, не угасает, и вокруг нее все строится, вокруг нее все рождается. формируется и формируется материя, формируются энергетические потоки, все такое. Вот, и это, мало того, что это работает, мало того, что это устойчиво работает, так это еще и та истина, которая ведет нас к Богу, ведет нас к абсолюту, то есть формируясь, формируясь, объединяясь в сообщество по принципу, по духовному принципу, мы не просто создаем устойчивые сообщества, мы следуем правилу, ну, то есть следуем истине. мы занимаем свое место, и мы растем, то есть растет наше самоосознание, мы осознаем себя сначала, вот, просто есть я, да, хорошо, когда я себя осознаю тем, кто я есть, то есть я осознаю свой состав души, я вскармливаю эти аспекты, я расту как клеточка в организме, я осознаю себя, что да, я клеточка печени, и потом я чувствую родство с другими клеточками, я выхожу за эту скорлупу, открываю свою любовь, открываю с любви, и я чувствую, что я не просто клеточка, я вся эта печень, то есть я не просто клеточка, которая выполняет какие-то функции внутри печени, я, это целая печень, которая выполняет функции органа в целом организме. Есть другие галактики, других звезд, которые выполняют свои другие функции, и мы уже чувствуем к ним близость, то есть когда мы выходим на уровень духовной семьи, и мы чувствуем себя не просто телом, душой, а телом, душой, сверхдушой, то есть когда я чувствую не просто свою маленькую душу, я чувствую, что я это вот это, большая душа, это я, и в ней вот есть, в этой душе, она состоит из той души, на которой у меня было сфокусировано внимание, которая вот проявлена как тело, которому дали имя Николай, а я все эти души, и мое счастье, оно большое, и оно состоит не только из счастья Николая и его аспектов, оно состоит из счастья всех аспектов, всех душ в этом коллективе. И я уже забочусь не только, ну вот принимая решения, направляя энергию своего внимания, я забочусь уже не только о своем счастье, как единицы, индивида, личности, я забочусь о счастье всех членов этого коллектива. И это не то, чтобы идет от ума, что вот теперь я буду заботиться, а просто осознавая себя вот этим большим целым, вся энергия, она идет согласно потребностям всех участников этого коллектива. И выходя на этот уровень, я уже чувствую большую близость к другим душам, которым раньше я ее не чувствовал. То есть пока я себя чувствовал клеточкой в печени, я чувствовал только близких, мне близкие, родные вот эти клеточки печени, а остальные все как чужие были. Но когда я себя осознаю уже печенью, то мое взаимодействие с другими органами, там с поджелудочной железой, кишечником, почками и так далее, и так далее, кровяными тельцами, я уже там тоже нахожусь, я уже чувствую взаимодействие с другими душами, которые были раньше далеки. И когда я понимаю, что когда я устраняю все преграды, которые были и вызывали какие-то напряжения во взаимодействии с этими душами, с этими духовными семьями, я выхожу из этого ограничения и начинаю чувствовать, что это все тоже я. И мое счастье, это счастье всех этих душ, которые составляют другие духовные семьи, и вместе все мы составляем большой целый организм. И так я выхожу на осознание, на чувствование себя вот этим всем большим целым. и тогда теряется какое-то индивидуальное счастье. Теряется. Оно не теряется, оно просто раз... То есть счастье становится всеобщим. И когда... Ну, частный пример такой, это вот когда я что-то... там, потерял, например, потерял какую-то ценность. Я знаю, что ее кто-нибудь найдет, и это не кто-то там чужой, это я, ну, это часть этого организма. Или я что-то, там, покупаю и отдаю деньги за это. Я отдаю деньги не в пустую, куда-то там, чужим людям, и все, они исчезли там. Эти деньги, они идут частички меня. Частички вот этого большого целого. И я чувствую вот эти все взаимодействия, как перетекает энергия. И это все... Все так красиво и классно, и совершенно... Ты уже... И перестаешь вот отделять вот этого своего персонажа, который, дано восприятие, там, Николай. Ты уже делаешь его от всех остальных и делать его более значимым, чем все остальные. Он становится таким же значимым, как и все остальные, и вот если ему что-то нужно, то я формирую этот энергетический поток свыше, вот с этого уровня, чтобы к нему это пришло. И остальным... Остальные, другие клеточки тоже так же. Если им что-то нужно, то это к ним приходит. Вот. Клеточка может закрыться от потока. То есть любая клеточка, любая душа, она может закрыться от энергии Всевышнего и притворяться, что она сама по себе. Вот такие клеточки, они как раковые. Они в основном занимаются тем, что потребляют ресурс энергетический и ничего хорошего не делают. И здесь... Ну, как психосоматическое отражение этого на теле таких людей проявляется в виде раковых заболеваний. То есть, на мой взгляд, рак является психосоматикой именно вот этого непонимания природы духовного единения. То есть, когда человек не понимает, когда он думает, что он это он, все остальные это все остальные, то рано или поздно, когда-то, когда приходит время, когда человек готов для этого урока, то приходит физическая правильность в виде ракового заболевания. И это значит, что человек готов узнать истину и может... Ну, у него появляется шанс, то есть, есть развилка. И когда человек знает, куда смотреть, то он может пройти по пути познания истины и познать эту истину и тогда тело исцелится. Вот. Это как пример. резюмируя сказанное, что самое близкое и ценное в этом понимании. Это то, что люди, которым мы испытываем сильные чувства, это наши духовные родственники. Это могут быть женщины, это могут быть мужчины, то есть физическая оболочка значения не имеет. Будьте внимательны к тем чувствам, которые вы испытываете к людям. Будьте внимательны всегда. Ожидайте почувствовать духовную близость с любым человеком, которого вы встречаете. Это может быть инспектор дорожной полиции, который вас остановил за нарушение. Это может быть продавец на рынке, это может быть кто угодно, кассир в магазине. Заглядывайте за социальную роль, которую играет человек. Разговаривайте с человеком как с душой, а не как с ролью, которую он играет. Напоминайте, как бы, тем самым вы не только видите человека, вы еще и напоминаете ему, кто он. когда вы разговариваете с ним как с ролью, которую он играет, там, полицейский, то вы ему помогаете спать в этой роли и думать, что он это вот это. То есть, вы своей верой в то, что человек это вот это, ну, как бы, подкрепляете его веру в то, что он вот это. когда вы разговариваете с человеком как с душой, то вы напоминаете ему, кто он, напоминаете ему вот это вечно, ну, чувство вечности, собственно, чувство духовности, чувство любви, которое есть в каждом человеке, которое на вот этом уровне связывает нас всех в одно целое. И это, я считаю, это очень ценно встречать своих родственников духовных и знать их, знать, что в этом теле живет моя родственная душа и помнить о них и чувствовать между ними, чувствовать с ними эту духовную связь. И это, это как богатство духовное, когда вы помните своих духовных родственников. Можно сделать, там, можно фотографии хранить этих людей и просматривать их, обращаться, соединяться с их душами. это не только помогает восстанавливать связи с ними, это еще помогает себя вспоминать, вспоминать свою роль, свое место в духовной вселенной. Вот. Такое небольшое домашнее здание здание взять бумагу, ручку и выписать людей, которым вы испытывали чувства. Мужчины, женщины, люди, которым вы чувствовали любовь. вот это вот это просто чувство, что вам этот человек близок. И возьмите и запишите на лист, можно как мыльные пузыри тоже сделать, там вот с кем сильное было, тех ближе к центру и большего размера записывайте. С кем небольшие были какие-то чувства, тех поменьше. Я в путешествии очень много встречаю родственных душ, близких и не очень близких с разными душами разный резонанс. У меня уже такая целая как такой большой кусок звездного неба, где есть яркие звезды и есть поменьше, есть совсем маленькие. Вот это чувство это и есть настоящее то чувство единства, которого нам так не хватает и мы пытаемся его найти во внешней реальности, формируя какие-то отношения, ходя в какие-то тусовки, клубы, формируя какие-то социальные связи. И так боясь этого одиночества, когда нет никого рядом. Ну вот просто одиночество не страшно, а вот страшно, когда вы не чувствуете близости со своими родственниками. Она есть, она всегда эта близость есть, всегда эта связь есть, нужно просто ее помнить и питать ее, вспоминать своих любимых и питать эти связи светом. Вот. То есть возьмите, сделайте эту карту, просмотрите. Каждая из этих людей соединяет, дает вам чувство Бога. каждое из них активирует какую-то часть вашей души. Просмотрите, какое было чувство, когда вы встретились или когда вы открылись, вот какое было пиковое, самое сильное чувство. Просмотрите, какое сейчас, может быть, что-то там застряло на пути между вами. Вы стараетесь очистить каждую связь до состояния вот такого пикового, свободного. То есть не пиковое, но пиковое, там часто бывает, что есть какое-то чувство роста совместного. И оно, конечно, очень сильное. Когда вы выросли вместе, то там уже спокойная энергия. просто до состояния чистоты доведите все соединения с другими людьми. Это большая работа, но она дает большой результат. Вы можете таким образом расчистить очень большое количество ментального барахла, которое закрывает любовь. И можете поотлавливать тех, те негативные агрессивные программы, которые набрасываются на любовь и всеми силами стараются ее похоронить. Запишите себе и сделайте это задание. Точнее не сделайте, а делайте его. Это очень интересно. Вы возможно что-то в этом найдете новое для себя. Напишите мне, что вы думаете по поводу того, что я сказал. То есть смотрите еще раз. Вот ваша истинная семья это вот те кого кому у вас есть чувства. Они могут совпадать с вашими биологическими родственниками, могут не совпадать. то есть биологические родственники могут быть вашими духовными родственниками, а могут не быть. Когда как. Вот. И надо понимать, что наибольшее значение имеет именно духовная семья. и именно духовную семью нужно наполнять светом. Соединение с ними восстанавливает светимость и питать эти связи. Ну и вот насчет духовной семьи. И думаю все знают это чувство внутреннее этого счастья, когда семья собирается в круг. Вот это чувство родства, близости. И вот бывает, что в семье именно биологических родственников оно какое-то не настоящее это чувство. Вот оно вроде бы есть, рождается, но оно как-то не здесь, оно где-то вот внутри. активируется этим событием, но оно не резонирует с происходящим. Не знаю, как объяснить, передать, но вот какая-то иллюзорность в этом есть. Вот когда я со своими духовными родственниками соединяюсь, собираюсь в круг, я чувствую вот эту силу, вот эту мечту общности, как она проявлена в действительности. Или когда я летаю к своим наверх, к ангелам, ангелы это не просто какие-то ангелы, это наши духовные братья, наши духовные родственники, которые не воплощены на данный момент. то есть это наша духовная семья, они там, они нас любят, и они все знают, они все помнят, и вот в их кругу там есть ощущения. И часто мы тоскуем по этому ощущению. Так, сейчас посмотрим, что мы писали. Роман, как отличить любовь никакими физическими, социальными, информационными аспектами, состояниями. То есть она, эта любовь, она не связана с физическими. То есть сначала приходит любовь, потом уже она начинает проявляться на все остальные уровни. То есть когда ты смотришь женщина красивая и пошло-поехало начинает формироваться вот снизу. Там могу ли я ей доверять? Начинается разговор, там формируется какой-то канал понимания. Потом в этом канале понимания формируется пространство доверия и в нем происходит раскрытие какое-то. Любовь духовная она рождается просто из ниоткуда. Она просто приходит 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 такими волнами. Накатывает накатывает как бы наслаивается 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 потом перевешивает и как прорывает и на все остальные уже влияет уже вот потом возникает тяготение возникает сексуальное влечение и так далее вот я так отвечаю то есть когда это пришло неожиданно то есть я вообще не воспринимаю людей как предметы сексуального влечения ни мужчин ни женщин мне вообще это никак не интересно вот и то есть когда ну и влечение оно всегда идет после духовного контакта то есть сначала возникает духовная связь и потом она формирует уже энергетические каналы связи энергетические соединения резонанс на энергетическом уровне уже на других энергиях на сексуальных там и так далее на творческих других видах энергий вот поэтому мой совет здесь как отличить это посмотреть откуда оно взялось вообще если оно пришло свыше из тишины то да то есть у него должен быть корень вот этот неосязаемый такой то есть может быть корень быть в уме то есть в принятии что этот человек правильный приятный и вот хорошо бы с ним иметь отношения и так далее и так далее формируется потом уже вся вот эта ниже цепочка а духовное оно еще выше то есть мы когда поднимаемся поднимаемся от этого влечения выше и смотрим откуда оно пришло и выше выше и мы видим на уровне духа что там есть вот это семя оно оттуда растет и там вот это вот неосязаемое чувство родства вот так как найти истинное сообщество истинное сообщество найти очень просто нужно просто в себе взращивать те качества которые у нас есть то есть быть собой все ничего больше не нужно делать нужно просто любить себя таким какой ты есть взращивать в себе эти качества и ни к чему их не привязывать вот то есть они должны быть свободны то есть жить для себя вот эти качества внутри взращивать для себя не выдавать их никому ни с кем не связываться в отношениях аспекты не обменивать не продавать вот когда вы взращиваете вы становитесь вы светите светиться начинается душа начинает и формируются связи с близкими по духу сами собой формируются то есть вам нужно просто взращивать свои аспекты и раскрывать их давать им сиять и те аспекты которые у вас активны они формируют энергетические связи с близкими по духу просто вот на этой звездной карте душ формируется активация формируется связь и эта связь она уплотняется то есть она начинает влиять на энергетический план и на энергетическом плане формируются энергетические потоки которые вас притягивают и формируются события для того чтобы вы встретились все или каким-то чудесным образом где-то как-то вы встречаетесь и начинается динамика то есть например у вас есть аспект музыканта и вы любите музыку все что вам нужно делать это любить музыку то есть не нужно никуда специально ходить искать музыкантов других вам нужно просто любить музыку и истинная близость она происходит неожиданно обычно но происходит ну как бы ее можно ожидать только потому что вы взращивали этот аспект то есть да можно быть в полной осознанности что да я взращиваю этот аспект и я знаю что рано или поздно это приведет меня к встрече с человеком который тоже этим занимается который тоже любит свой аспект музыканта который любит слушать музыку и делает это который любит играть музыку и делает это который любит танцевать под музыку и делает это вот и это вас сводит все вот ну и конечно все преграды на пути надо убирать это все мысли которые так или иначе там связаны с социальными соединениями все недостатки которые мы пытаемся восполнить в этих сообществах чувства защищенности например оно не должно быть там быть найдено оно должно быть уже то есть мы в сообщество входим в целостном состоянии неся туда все свое счастье то есть не неся туда его а идя с ним только так можно войти в здоровое сообщество неся с собой пустоту мы входим в сообщество которое тоже содержит эту пустоту понятно я надеюсь понятно если непонятно напишите вопросы я попробую как-то с другой стороны еще рассказать так логинса этот круг будет меняться на протяжении жизни круг духовных родственников он не меняется он не меняется не на протяжении одной жизни на протяжении многих жизней душа которую вы чувствуете они всегда чувствуются точно так же как чувствуются ну то есть как бы их позывной их вот этот вкус особенный души он не меняется меняется его то что вокруг то есть вот есть центральная как бы часть души которая уникальность создает души и есть аспекты которые человек может активировать может нет может то есть в какой-то момент он может их активировать тогда общее ощущение от человека поменяется или человек может похоронить все аспекты и тогда он вообще исчезнет то есть он не будет чувствоваться но память о нем все равно будет в душе то есть его чувство оно будет этот канал связи он будет как бы известен уже и когда человек выйдет из ада откроется снова то вы его снова почувствуете и он будет таким же вот и знаете что это касается не только людей которых вы лично знаете вот ваши друзья это еще касается и звезд там знаменитостей и так далее записывайте тех кто вас вызывает чувство любви не только ваши близкие знакомые друзья но и тех кого вы видите по ТВ и по-разному то есть не просто так у вас вызывают чувство любви именно вот этот исполнитель или эта эта звезда то есть у каждого человека свои контакты свои коннекты с другими людьми со звездами в частности вот то есть звезд тоже заносим на эту карту так дальше я иногда стесняюсь сказать человеку о таком своем чувстве притяжения у тебя Коля бывает такое или было что-то с этим делом и как не спутать духовное притяжение с сексуальным как не спутать рассказал уже так стесняюсь сказать человеку о своем чувстве притяжения ну просто надо исследовать мысли которые вызывают это стеснение то есть есть мысли которые говорят что если ты сделаешь это то есть какие мысли тебя стесняют сдавливают это какие-то мысли их надо просто исследовать и посмотреть то есть мысли говорят что если я откроюсь то то меня могут высмеять меня могут как-то там не принять и мне это будет больно и так далее и так далее вот когда ты исследуешь эти мысли ты понимаешь что больно от того что ты стесняешься вот это реально больно это реально неудобное чувство вот а если там кто-то высмеет тебя это вообще никак то есть если нет мысли физического влияния на тебя это никакого не имеет а вот стеснение имеет физическое прямое влияние на свое состояние твоей души вот поэтому исследование 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 еще раз исследование мысли и тогда все вопросы отпадают вот так было ли он бывает ли у меня такое что с этим делал бывало я просто шел на свой страх если чувствую что я хочу с человеком заговорить я просто делаю я нахожу какой-нибудь повод чтобы не выглядеть совсем уж глупо там могу попросить человека сфоткать меня здесь да вот не совершенно не хотелось фоткаться я вижу что интересный человек я хочу с ним обменяться парой слов и я просто прошу его меня сфоткать и может завязаться беседы какая-то в которой я прочувствую глубже этого человека я могу тогда завести уже беседу на эту тему которую я чувствую что у нас с ним есть резонанс на эту тему вот ну и вообще внимательность вот присутствуйте в жизни своей и все ответы которые вам нужны не приходят сразу же не нужно с багажом ответов жить всегда просто следуйте за своей мечтой если встречается какое-то препятствие которого нужно перепрыгнуть всегда находится ответ как это сделать просто нужно верить то что ответ есть вот если есть мысль такая что это препятствие ничего не получится то ответ не приходит когда есть мысль что какое бы препятствие не возникло я всегда смогу его преодолеть потому что я знаю что я иду к своей мечте и моя мечта это истина а истина она всегда поддерживается вселенной всегда есть ресурс для для проявление этой истины вот то ты всегда идешь с поддержкой бога так что ли это можно сказать ты не сомневаешься и знаешь не всегда чувствуешь силу и с ней любая проблема не проблема то есть может показаться что ничего не получится и если ты поверишь в это то то ничего не получится если несмотря ни на что ты будешь верить что у тебя все получится то у тебя все получится так устроено я думаю вы так видите как это происходит поражение возникает только из веры в поражение все роман я за свою жизнь много раз менял сообщества направление духовные что значит направлен кто-то за всю жизнь одно практикует почему у меня так я находил сообщества потом когда а а потом всегда чувствовал что там истинно не вся и искал дальше ну это нормально потому что потому что у тебя есть это любопытство это тяга к знаниям к истине и соответственно ты двигаешься дальше ты не застрелешь там в каком-то вот есть люди которым необходимо вот это чувство общности и найдя его однажды они застревают в нем для них это важнее чем истина не бояться потерять это чувство общности бояться потерять вот это чувство правильности которое общество дает это корм такой которым люди приходят и не вот бояться его потерять бояться остаться голодными а человек который не боится остаться голодным который сам себя вскармливает изнутри легко уходит из одного игрока в другой берет то что там ему дано по его пути и двигается дальше ну то есть почему мне так потому что это так это нормально любая религия или любая духовное какое-то направление это ступенька то есть если это это направление оно как-то сформировано уже и там все какие-то догматы это просто ступенька которая не двигается которая стоит на месте и ты можешь шагаться одной на другую вот есть сообщества которые растут постоянно в смысле развиваются и двигаются к истине таких общих сообществах можно эволюционировать ну как бы не выходя из них то есть все все члены сообщества они не стоят на месте а двигаются вверх ну то есть я говорил в моем послании я говорил о сообществах объединенных общей мечтой вот идеи в таких сообществах могут меняться мечта она объединяет всех все в нее верят и все вместе к ней идут и формируется вот это поле энергетическое в котором рождается ресурс для достижения этой мечты так юрий возлюбить своего духовного близкого человека легко к нему просто притягивает а вот задача поставлена иисусом христом возлюби ближнего своего как себя самого требует духовных усилий в том и в этом ценность ведь ближним может быть и бомж и алкаш и вздорная бобенка в метро так ну тут все зависит от того как мы трактуем эти слова до возлюби ближнего своего ближнего физически ближнего идейно ну то есть по сознанию близкого по сознанию по пониманию или близкого духовно то есть это совершенно разные будут люди и вот то есть как вы воспринимаете это правило кого вы должны возлюбить то есть какова ваша миссия кого вы будете любить всякого ближнего ну в общем смотрите сами я не рекомендую насиловать свою душу и заставлять себя любить кого-то нет любовь это всегда подарок это сюрприз это вот вы просто убираете все наносное и смотрите что там и всегда вот оно что там вот это вот так не надо никого любить специально можно любить ну можно просто открывать любовь к аспектам бога во всем что вас окружает любить людей которые являются проводниками этих аспектов любить любить природу любить то рукотворное что сделано человеком и в чем проявлен дух вот вот насчет бомж алкаш вздорная бобенка конечно это нужно все то есть не должно быть разницы между бомжом алкашом бобенкой и всеми остальными людьми не должно быть разницы по ну то есть любовь она либо есть либо нету все любовь к душе в каком она теле неважно в какой социальной роли неважно любовь просыпается к душе это резонанс и все то есть все вот эти мысли которые разделяют людей на правильных неправильных на тех кого я могу полюбить и кого я не могу полюбить все эти мысли они мешают вот любовь должна быть абсолютно независима и свободна не привязана к полу к возрасту к социальному статусу и к интеллектуальной близости любовь-то любовь все эти условия которые мы ей ставим они что делают нее обуславливает это сделают и не свободной чем это нужно так любой человек из чада божье все и мы все родственники духовные в боге да конечно конечно но это не значит что вы обязаны испытывать ко всем ну смотрите начните с того что открываете свою любовь к тому кому она есть на самом деле кому ее прям много вот с этого начинайте и потом это все придет к тому что вы начнете чувствовать чувствовать да то что вы будете любить и чувствовать тех кто далек от вас по духу но сначала полностью очистите коннект с теми с кем он у вас есть с кем он сильный вот он активирует все барахло вытаскивает все и вот этим занимаетесь когда вы свою духовную семью освободите от мысли и вот эта духовная динамика семейная будет живая там уже все будет понятно так я не обязан я хочу научиться видеть и любить в каждом из коробожья да пожалуйста она в каждом есть ну и вот да если если что-то мешает этому это просто мысли которые можно исследовать и они уйдут и глаза откроются и будет легко видно все опять же просто смотрите глубже чем то как выглядит человек что он делает какую он играет роль в в мире вот в этом это совершенно неважно то есть человек может играть люди могут играть совершенно разные роли в мире но при этом играть очень близкие роли в духе вот вот но мое послание то что сегодня говорю это то что находите своих близких родственников и восстанавливаете с ними контакт восстанавливаете с ними общность то есть вот исцеляете внутренние энергетические связи в вашей духовной семье в вашем этом органе тело духа я считаю что это очень ценно ну в моем опыте это очень очень ценно и это путь он этот путь он ведет к выходу как я рассказывал что вы осознаете себя все больше и больше и когда вы осознаете себя абсолютом то любовь ко всему сущему приходит просто автоматом то есть это не нужно ничего выжимать там как то нам просто есть это как осознание на уровне души на уровне чувств ну что если вопросы есть еще пишите и я дам дом домашнее задание и завтра я вас жду на медитацию так завтра у нас будет медитация вот как раз том о чем мы говорили мы будем в медитации растворять оболочку эго которая отделяет нас от всего остального и будем выходить сквозь все уровни на ощущение абсолютно и домашнее задание я вам уже одно дал домашнее задание и запишите себе еще на будущее вообще как время со временем там организуйте и сделайте работу над ошибками это нужно перепросмотреть отношения которые были и те решения которые были приняты от ума которые повлекли за собой закрытие любви вернуться в них и сыграть там так как как бы вы как вы считаете правильным надо было сыграть то есть было решение принято от ума то есть это было решение закрыться где то было решение обидеться и так далее и так далее и вернуться туда и переписать представить ту же самую ситуацию и представить что вы в ней сыграли по другому столько всего то есть просто вернуться и вернуть себе ту энергию которая была там заблокирована это очень интересное занятие очень интересная задачка сделать ее нужно с максимальной верой то есть нужно реально притвориться что вы так и так и поступили раньше то есть переписывая прошлое мы притворяемся мы верим в то что действительно так и было на энергетическом уровне мы эти записи переделываем вот все эти решения которые негативную энергию там хранят они ну энергия там это так зависает ее по-хорошему нужно вернуть так ну что ж на этом все на сегодня спасибо за внимание за вопросы всем доброй ночи до завтра завтра в 6.30 пока-пока 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 пока-пока